Друзья, всем привет! С вами Елена Литвинова, и сегодня у нас будет очередной очень интересный урок. В текущем уроке мы с вами рассмотрим вновь Masonry Grid, мы продолжим эту тему. Но в этот раз, в отличие от прошлого урока, где мы разбирали с вами галерею с ровным окончанием, если вы еще не смотрели, посмотрите, ссылочку я оставлю где-нибудь здесь. В текущем примере мы с вами будем создавать Masonry Grid без ровного окончания, но с динамическим контентом. Вы можете сейчас видеть пример у вас на экране, то есть, как вы можете заметить, есть некоторые карточки, в каждой из которых есть картинка. Вот, кстати, картинка имеет более-менее одинаковую высоту, а вот текст до ней имеет разную высоту. Вот заголовок, текст, плюс кнопочка читать далее. И из еще таких интересных и важных особенностей, что в текущих карточках подключен кастомный шрифт. Когда мы приступим к разбору текущего примера, я поясню, чем это может грозить, короче. Текущий пример мы с вами будем реализовывать на JavaScript и сделаем его обязательно responsive, потому что сейчас у нас в мире большого количества мобилок, это действительно очень важно. Друзья, прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно конкретных примеров, я хочу вам также рассказать то, что на моем сайте weblart.com есть раздел Lessons, где, собственно, представлены все примеры, которые я разбираю на YouTube-канале. Вы можете по ним кликнуть, перейти и увидеть демо и скачать исходники. Исходники в данном случае я предоставляю по подписке на Patreon за весьма символическую плату. Ну и, собственно, если вы хотите поддержать текущий канал и в дополнение получить исходники ко всем примерам, которые я здесь разбираю, то переходите на Patreon и поддерживайте. Текущий пример написан у нас на технологиях HTML, CSS и JavaScript. Все по-простенькому, чтобы было проще понять, в чем суть, без использования каких-либо библиотек. То есть, что у нас в данном случае есть? Если мы посмотрим, например, в данном случае вот он состоит из трех колонок и есть карточки. При наведении мы можем заметить такую небольшую анимацию, поднятие за счет тени. И, соответственно, да, вот такой пример. Также этот пример у нас еще раз responsive, и что тоже очень здорово. И еще есть такой даже прикольный эффект, когда, короче, ресайзишь окно, все происходит так плавненько, классненько и здорово. Давайте начнем с вами с HTML. В данном случае у нас здесь есть HTML, head, meta.utf8 и meta.viewport, потому что наш пример будет поддерживаться на мобильном экране. Это, конечно, очень важно указать. Дальше у нас идет с вами Mason Regret, хотя по факту, если смотреть на содержимое страницы, это можно назвать приключение в Норвегии. И идем дальше. Дальше мы подключаем шрифт и, соответственно, reset.css перед версткой, index.css для верстки основной страницы и masonry.css. Это непосредственно уже css, предназначенный для masonry.css. И внутри у нас, что есть, соответственно, обертка page, которая делает ограничения, максимальный размер, чтобы у нас страница не, например, при достаточно больших разрешениях не, короче, разъезжалась. Хотя это тоже нормально, но в текущем варианте есть ограничения. Дальше перед закрывающимся тегом body подключаем скрипты, чтобы HTML успел сформироваться, и мы уже непосредственно в JavaScript обратились к нашему HTML. И, собственно, здесь подключаем masonry.js и index.js. И давайте посмотрим, что же у нас находится в самом теге div с пейджем. Здесь у нас есть title с классом title приключения Норвегии, то есть это вот этот основной заголовок. И дальше у нас идет непосредственно вот эта обертка masonry с классом masonry и, соответственно, id-шником masonry. Через id-шник мы будем получать доступ непосредственно уже в JavaScript. И дальше у нас идет представление карточек через ссылки. Так как у нас каждая вот эта карточка по факту это ссылка, можно на нее прямо навести, кликнуть и перейти в данном случае к статье. Здесь верстки нету статьи, здесь никуда не переходим. Но, тем не менее, если бы это был реальный пример, то здесь, скорее всего, был бы переход к статье. И сделана ссылка, обертка именно целиковая, чтобы пользователю было удобно сразу же хоп и нажать, а не нажимать, скажем, только на кнопочку читать далее. Обертка у нас идет целиковая из ссылки. И, соответственно, что у нас здесь есть? У нас есть принадлежность по классам masonry или masonry item и непосредственно отдельная верстка этой карточки, то есть с классом cart. И внутри у нее есть, соответственно, обложка. В данном случае она здесь будет представлена через background image, потому что хочется установить для нее место дополнительно, чтобы когда только карточки подгрузились, не было такого, что картинки подгрузились потом и высота прыгнула. В данном случае мы непосредственно сразу же через div уже установим четенькую высоту. И далее card content, обертка, которая позволяет задать отступы по бокам вот здесь. В ней, соответственно, заголовок, описание и кнопочка. Соответственно, h2, paragraph и button. И с соответствующими классами. Давайте теперь посмотрим, как оформлялся CSS для вот этих вот карточек. Reset CSS, но не будем подробно разбирать. Если что, я оставлю здесь ссылочку на видео, где я подробно рассказывала, зачем нужен reset CSS. И приступаем к индекс CSS. В самом начале мы с вами определяем HTML, body, задаем шрифт Montserrat. В данном случае я его тут скачивала через Google Fonts. И цвет текста темно-серый. Идем дальше. У page обертки, то есть вот у этой большой обертки, мы устанавливаем max width 1200 пикселей. Делаем ей box sizing border box. Но чтобы вот эти отступы в два рема, здесь можно оставить вот так, вошли в эту ширину. Margin 0 auto, чтобы процентрировать наш контент. И padding со всех сторон по два рема. Соответственно, сверху, снизу два рема и по бокам. Ну, то есть, если мы тут судим, то вот будет два рема. Собственно, вот так. Идем дальше. У title уже непосредственно вот этого нашего заголовка основного. Мы сдаем font size 2,7 рема, зависимостью от, соответственно, этих 16 пикселей. Text align center и margin bottom 0,6 em. И в данном случае, если вы хотите побольше узнать о единицах измерения, у меня тоже есть видео про единицы измерения CSS. Я там прям очень здорово все это рассказываю. Можете тоже посмотреть. Очень там все интересно. Окей. И идем дальше. Карточка. Что с карточкой? Карточка это у нас ссылка. Соответственно, что здесь классно бы сделать? Ну, во-первых, дисплейблог бы ей задать. Хотя вроде все там отображается нормально. Возможно, здесь сейчас проверю. Дисплейблог вот здесь задавался. Но тем не менее. Так как это у нас строчный элемент, то всякие паддинги могут не очень круто учитываться. Поэтому обязательно задаем блок. Color. Чтобы не был синий цвет или все, что присуще ссылке. Text decoration. То есть, чтобы всякие подчеркивания убрать. И задаем бок. Shadow. То есть, таким разблюриванием. Как там это называется? В 10 пикселей. И с цветом черным, но не совсем черным. То есть, с прозрачностью. Чтобы не была эта тень такой слишком резкой. Box Sizing Border Box задаем. Border Radius 5 пикселей. И Overflow Hidden. Так как мы внутри будем растягивать нашу картиночку, и чтобы все вот это очень красиво так обрезалось. Соответственно, Overflow Hidden. Окей. И, соответственно, при Hover, Revisit, Tee, Activity мы также сдаем Color по дефолту. 2, 2, 2, 2. Темный, серый. Чтобы никаких фиолетовых оттенков и прочих вещей, связанных со стилями по умолчанию для браузера, у нас не установились. И далее, когда мы делаем Hover, мы устанавливаем Box Shadow 20 пикселей. То есть, ну, немножко становится такое, когда мы наводим, у нас приподнятая такая штука становится. И, как вы можете заметить здесь, здесь есть некоторый Transition. То есть, цвет тени происходит не резкий. В данном случае Transition установлен здесь. И вот сейчас, пока я тут объясняла пример, уже даже думаю, что неплохо, может, это все вообще немножко переверстать и сделать это более правильно, что ли. Потому что есть Transition еще у и Masonry Item. Короче, сделаем так. Transition all 0,3 секунды. Ну и, соответственно, задаем Transition all 0,3 секунды. Да, это сделано вот здесь. Я здесь, наверное, лучше пропишу all, так как будет переопределение. И пропишем вот эту штуку сюда тоже. Заметьте, что эти два свойства могут конфликтовать в Transition, потому что у нас здесь одновременно ссылка это и Masonry Item и карточка. И в целом можно попробовать сверстать немножко иначе. Ссылку сделать непосредственно Masonry Item, а внутри положить еще дополнительный дифф уже с карточкой, чтобы она непосредственно, ну, скажем, за эту штуку все отвечала. Но мне не очень хочется прям все сейчас переверстывать, поэтому оставим так. Думаю, ничего страшного. Окей, что дальше? Дальше идет Card Content. Ему мы задаем два рема отступа. То есть вот он у нас вот так идет, вот этот отступ. И внутри уже, соответственно, все. Дальше идет Card Cover. Хотя на самом деле он идет раньше. Это у нас картинка, соответственно, с бэкграундом картинки. В данном случае вы можете заметить, что она такая достаточно динамическая. То есть она пропорционально меняет высоту в зависимости от предоставленной ей ширины. Ну, то есть вот видите, здесь маленькая высота, здесь стало больше. То есть это все обеспечивается за счет следующей штуки. Padding Bottom 75%. То есть высота в нуле, Padding Bottom 75%. Благодаря такому процентному заданию Padding у вас будет очень динамическая такая структура именно вот этого квадратика. Очень классное свойство, очень классный метод. Я помню, когда о нем в свое время узнала, это было просто вау, что так можно было сделать. Вот, и поддерживается даже реально более старыми браузерами. Я не помню, в какой версии я даже это использовала. Наверное, в каких-то уже более старых даже версиях ИЕ все работало. Короче, поехали дальше. Background Repeat, No Repeat. Background Size, Cover. То есть растягиваем полностью нашу картинку, центрируем. Дальше. Ну и дальше задаем стили для внутренних элементов карточки. То есть для тайтла, такой более жирный фонт-пейт. Текст Transform Uppercase. То есть, чтобы все было такими заглавными буковками. И Margin Bottom 0.5 Rem. Наверное, здесь, кстати, лучше EM все-таки указать, потому что, если мы здесь укажем фонт-сайз, всякие маржины лучше через EM-ки задавать. Окей, и Cart Description небольшой, Margin Bottom, и Cart Button. Кнопки, они не наследуют стиля. То есть, если мы с вами сейчас удалим вот этот вот фонт, то мы заметим, что здесь стал какой-то шрифт по умолчанию. И чтобы все стили и размер шрифта у наследовались четенько, нужно еще раз прописать вот этот фонт, и тогда все будет хорошо. Прооставилось. Background устанавливаем кнопки, Border удаляем, Box Shadow удаляем, устанавливаем Color цвет текста в беленький, и Padding устанавливаем. Кстати, здесь тоже, наверное, лучше в EM-ках указать, чтобы зависимость шла от вот этих 16 пикселей. И, кстати, здесь не обязательно 16 пикселей. Здесь, так как лучше указывать пиксельные значения в динамическом макете в самом начале, то уже непосредственно во внутренних всех элементах лучше опираться на Rem и EM. Вот, и Border Radius в пикселях, здесь вот ничего страшного. Окей. И смотрим, вроде все хорошо. То есть, тем самым, вот здесь мы сверстали карточки, сделали им оформление, основное оформление страниц. Что дальше? Давайте теперь посмотрим Masonry CSS. Каким образом она у нас сверстана. Masonry в данном случае я оформила в некоторую типу библиотечку, чтобы все стили и все, что к ней присуще, было вместе. И, собственно, Masonry Position Relative, потому что каждый вот этот блок у нас будет Position Absolute. И чтобы расположить эти все элементы внутри, соответственно, и ничто никуда не улетело, Position Relative. Внутри Position Absolute, все, прижимаем к Top Left 0. Далее Display Blow, Opacity 0, то есть прозрачное все. И Will Change Transform, ну, то есть предустанавливаем, говорим браузеру, что там будет анимация, короче, готовься. Дальше используем Mason Reactive, и, ну, то есть, если у нас сетка уже активировалась, все там расставилось, мы присваиваем класс Mason Reactive, делаем Opacity 1 и Transition Low 0.3 секунды. На самом деле здесь уже не имеет никакого значения, можно его поставить прямо у Mason Reactive. Как вы можете заметить, анимация происходит с вот этого уголка, то есть происходит некоторое разбрасывание. Если нужно изменить как-то анимацию, сделать, чтобы ее не было в самом начале, то по факту нужно поправить свойства CSS, и тоже будет все хорошо. Окей, идем дальше. Дальше следующее, что у нас подключается, это JavaScript. CSS мы с вами разобрали, давайте перейдем к JavaScript. Первое, давайте разберем Index.js. Потому что в Index.js мы с вами, собственно, подключаем вот эту библиотечку Mason Reactive.js. Итак, если мы с вами откроем файлик Index.js, то тут так достаточно немало кода понаписано. И я сейчас объясню, в чем дело. Я думала о том, как же реализовать вот этот вот метод Mason Reactive.js, учитывая, что здесь достаточно динамический контент. То есть у меня сначала была такая идея, и может как-то разбивать по три колонки там. Ну, то есть в HTML задаем обертку, и в ней идут, например, непосредственно внутренние элементы, в данном случае ссылки раз, два, три подряд. А в JavaScript взять и разбить это на колонки, предположим. Но потом я подумала о том, что если это Responsive, то будет как-то не очень удобно потом перезатирать вот этот HTML, постоянно его как-то переопределять, таскать элементы из одной колонки в другую. И решила, короче, от этой идеи отказаться. И самая нормальная тема для использования Mason Re в JavaScript, это Абсолюты. В данном случае я использовала Translate для расположения, короче, элементов, чтобы анимация плавная была. Но, тем не менее, либо через Position Absolute Top Left, либо в данном случае через Translate располагать элементы. Но чтобы расположить элементы таким образом, нужно знать вверх и лево. Короче, Top и Left значения. Я сверстала эту карточку достаточно хорошим образом, что если ее установишь ширину, можно узнать, какая же там высота случилась у этой карточки. Но в то же время, так как происходит подзагрузка шрифта, шрифт берется с Google Font, и он может прогрузиться чуть-чуть позже, чем страница уже там типа загрузилась и прочее, прочее. И такие штуки, как Window on Load, не помогают в данном случае. И я решила искать какую-нибудь функцию, которая позволит мне проверить, что шрифт прямо точно загрузился, и я могу уже приступить к расчетам JavaScript. И в данном случае, в моменты, когда я гуглила, я нашла такую статью на CSS Tricks. Я попробовала, кстати, не одну статью найти. Ну, come on. На CSS Tricks. И вообще я попробовала несколько возможностей найти, как проверить шрифт. Также какой-то промис там нашла, документ, что-то ready, fonts. Если типа готова запускать, например, функцию. И, короче, не сработало. То есть у меня действительно бывали такие моменты, когда я перезагружаю страницу, там еще отображен прошлый шрифт, и потом он быстро подгружается новый, и, короче, меняется высота, и у меня все, короче, слетало. Вот. И я из этой статьи прям целиком скопировала какой-то код, вот этот вот. И сейчас я его вам как раз объясню. Самая суть, нужно запустить вот этот экземпляр класса масон, чтобы запустить нашу функцию. Но прежде здесь есть некоторое количество магии, чтобы определить, что шрифт готов, мы готовы запускать вот эту функцию. И, собственно, здесь очень все просто на самом деле используется. То есть берется setInterval и проверяет, ну, короче, готов шрифт или не готов каждые 500 миллисекунд. И, собственно, проверка осуществляется вот через вот такое нехитрое выражение. Если, типа, это превратилось в true, то значит шрифт, типа, загружен. Окей, работаем. Если нет, то, типа, эта функция продолжает этот setInterval, он постоянно выполняется каждые 500 миллисекунд. И когда происходит success, происходит очистка этого интервала, и, собственно, запускается вот эта штука с Masonry. Вот такие нехитрые действия предусмотрены в индексе в JavaScript. И теперь давайте разберем уже непосредственно Masonry. Сама библиотека Masonry представляет собой класс, чтобы можно было легко реиспользовать или использовать еще несколько, короче, вариантов такой сетки на одной странице. В общем, через класс. И в индексе JS мы создаем новый экземпляр класса, передаем туда элемент через вот этот как раз ID-шник Masonry. И чтобы установить responsive, я решила воспользоваться вот таким вот представлением. То есть у нас есть свойство responsive, это объект. И внутри идет перечисление 0, 700, 1000. То есть можно различные варианты установить размеров. То есть, например, от 0 до 700 будет одна колонка и отступ между элементами 20 пикселей. От 700 пикселей до 1000, то есть ширина экрана, будет 2 колонки и отступ 20 пикселей. И, соответственно, все, что больше 1000, будет иметь 3 колонки и отступ 20 пикселей. Соответственно, если, например, хотите, чтобы всегда было там 1 или 2 или 3 колонки, то просто вот так вот указываете и все. Ну или вообще ничего не указываете, там есть свойство по умолчанию. И примерно вот какая-то вот такая структура указания вот этого responsive. И пойдемте смотреть в Masonry.js. И будем описывать, что же здесь происходит. Первый объявляем Masonry.active классным. То есть, когда у нас все уже расставлено, все элементики расставлены, именно первая загрузка, происходит добавление нового класса у Masonry.active, который вот здесь opacity в один устанавливает. И все. Дальше у нас идет конструктор. В нем элемент и опция. И поехали. Соответственно, создаем this container node element, this children node element children. То есть, важно, чтобы сразу все children, это как раз вот эта наша сеточка. Далее я создаю children data. То есть, просто из вот этого массива node, то есть списка node по факту, создаю массив. Потому что вот это не массив, а дальше будет удобно просто оперировать массиву, чтобы дополнять различные вещи. Итого мы делаем array from из children nodes. Пробегаемся через map по всем этим значениям. И создаем такие объектики со свойствами child node. Дальше мы этот объект будем расширять. Если мы сейчас посмотрим. Так, что же там сохранилось. То вот это массив из девяти элементов, в каждом из которых есть объект и содержащий child node. Уже со ссылкой на дом элемент. Дальше идут this settings. Непосредственно вот этой нашей Masonry. Здесь мы определяем responsive, option responsive, либо по умолчанию типа 3 колонки и 10 gap. Следующее, что нам нужно сделать, так как вот здесь мы задаем размеры, то есть ключи объекта responsive, это размеры, которыми нам нужно будет оперировать, когда мы будем ресайзить окно. То есть нам нужно в конкретный момент ширины окна браузера найти, какие же конкретные настройки нам использовать. И для того, чтобы, ну скажем, легко оперировать вот этими всеми значениями, я решила их вытащить в такой массив, как settings sizes, чтобы он был еще и отсортированный обязательно. То есть здесь, если вы вдруг там сначала 0 там указали, потом 500, потом 400, чтобы это все отсортировать. Ну и плюс мы помним, что объект, он не гарантирует нам порядка свойств. Поэтому сначала мы сортируем. То есть мы берем object case из этих settings и responsive, пробегаемся, делаем из них, во-первых, цифры, потому что это сначала строки, как правило, то есть циферками они не будут. И сортируем с помощью обычной функции, которая предусмотрена JavaScript, и получаем упорядоченный размер. То есть в данном случае, если мы с вами все это распечатаем, то получим следующую штуку. 0,700 тысячи. И все это предустановлено циферками. Отлично. Идем дальше. А дальше нам нужно несколько основных методов. Это setEvents для установки ресайза. Сам метод resize я его переопределяю через bin, чтобы там всегда был контекст this, и он не потерялся. А он потеряется, если мы его вызовем в addEventListener. И также еще устанавливаем метод setParameters. То есть это все, что мы вызываем сразу при запуске. И после того, как вот это, собственно, все просчиталось, мы добавляем MasonReactiveClassName. Ну, то есть и производим нашу анимацию. Окей, давайте сначала зайдем в setEvents. Собственно, мы будем использовать resize, то есть мы будем считать, какие размеры сейчас окна, и устанавливать наши настройки. Чтобы пересчетов не шло слишком много и слишком часто, потому что когда resize-ится окно, вызовов происходит очень много. Я часто использую такую функцию, как debons. Мы передаем в debons функцию по умолчанию время с промежутком time 100 миллисекунд. И дальше у нас возврат, опять же, функции от event, где мы очищаем этот таймер и вновь создаем setTimeout от этой функции времени и event. То есть тем самым у нас функция начинает вызываться с промежутком 100 миллисекунд. Ну, то есть мы ограничиваем скорость выполнения функции. То есть у нас, например, идет там 10 раз или 50 раз вызывается наш resize, а мы вызываем его гораздо реже, чтобы обеспечить именно не такой частый пересчет. Окей, и чтобы приложение там не зависало, особенно если очень много всяких вызовов у вас есть в JavaScript. Окей, идем дальше. Собственно, мы заиспользовали вот этот debons, и, соответственно, в это event listener resize мы добавляем debons от resize, то есть обернутый. И непосредственно уже в самом resize мы также вызываем функцию setParameters. То есть setParameters – это основная функция, в которой мы устанавливаем, короче, распихиваем все наши вот эти квадратики из Masonry. Окей, теперь давайте разберем setParameters. Первое, что мы определяем, мы определяем ширину нашего контейнера. И, собственно, делаем мы это очень просто. Берем container node of thatVis. И дальше мы устанавливаем текущие настройки, короче, для данной ширины. И что мы делаем в методе setCurrentSettings? Передаем ему текущую нашу ширину. И в данном случае, смотрите, мы находим в массиве settingsSizes, то есть который мы создали из вот этих вот responsive, то есть обычный циферный массив. Находим тот размер, который сейчас у нас активен. То есть пробегаемся по нему через forEach. И если container width больше либо равен текущего размера, значит это то, что нам нужно. И, соответственно, когда мы выйдем вот из этой функции, то вот в этой объявленной переменной как раз оставится именно последний размер, который выполняет вот это условие. И, собственно, мы нашли вот этот currentSize, то есть это по факту будет размер, который находится вот этих settingsSizes. И потом мы устанавливаем из settingsColumns, количество колумбок, и берем его из responsive, currentSizeColumns. И, соответственно, gap. Тоже из responsive, currentSize и gap. То есть в данном случае мы с вами еще раз находим какую-то вот из этих вот циферок, и потом находим ее настройки. И устанавливаем их вот прямо в свойства settings, прямо вот так вот сразу. Благодаря этому все. У нас в сеттингах уже находится количество колонок необходимое и наш gap. Дальше мы определяем ширину айтема. То есть каждого конкретного айтема вот здесь. Они у нас... Сетка у нас в Masondry в данном случае колоночная, и все айтемы имеют одинаковую ширину. Делаем мы это следующим образом. Короче, берем контейнер width, width, делим на количество колонок, и так как пробелов у нас здесь на одну меньше, но их тоже обязательно нужно учесть, то мы берем вот эти минус this settings gap и умножаем на this settings column минус 1. Ну, то есть мы отнимаем 2 gap в нашем случае, а не 3. И тем самым мы определяем ширину каждого айтема. И устанавливаем ее set width. И давайте посмотрим, как это осуществляется. Здесь, собственно, просто передается width item. Далее мы пробегаемся по каждому children date. Берем вот эту каждую ноту и устанавливаем style ширина width item в пикселях. Все, мы установили. Что теперь можно делать дальше? Дальше можно пробежаться по каждому айтема и определить, какая же ширина у этого айтема есть. И вот здесь как раз мы берем children date, переопределяем его, бежим через map. Но здесь, соответственно, индекс не нужен. Перечисляем все, что было в child'е и устанавливаем высоту через offset height. И в данном случае, заметьте, что я определяю динамическую высоту уже после того, как установлена ширина. И помните, в самом начале я вам говорила про шрифт, что определяем его перед запуском вот этой функции massonry, как раз чтобы, когда мы здесь определим высоту, она уже была с новым шрифтом, чтобы все было прям четенько и ровненько. Иначе будет все не очень хорошо. Ну, то есть может произойти прыжок и все сдвинется. Окей, мы с вами определили высоту айтема. Она нам очень нужна, чтобы определить сдвиги следующих айтемов. Окей, идем дальше. Set container size. Так как мы определили высоту уже каждого нашего айтема, мы можем задать размер нашего огромного контейнера. Так как внутри там все через абсолют расположено, у него не будет никаких размеров. Поэтому мы идем метом set size container. И что мы делаем здесь? Для определения высоты нам нужна максимальная высота. Мы создаем два массива height columns и size columns. Это просто массивы по размерам с количеством колонок и заполняем их нулями. То есть это по факту в нашем случае, если три колонки, то это массив из трех нулей. И здесь size columns это тоже массив из трех нулей. Я, кстати, вот даже не знаю, по-моему, здесь даже нигде не нужен. Поэтому этот size columns я уберу. Берем высоту колонок. Ну, короче, вот этот массив. И дальше мы с вами пробегаемся по каждому children data. Берем height columns. Соответственно, от индекса остаток отделения на колонку. В данном случае мы здесь с вами будем получать значение 0.1.2.0.1.2.0.1.2. Ну, что позволит нам точно определить предназлежность к колонке. Ну, соответственно, 0.1.2, 0.1.2 и так далее. И тем самым мы забираем из этого массива точную колонку, которая нам нужна, и прибавляем к ней высоту текущего child плюс gap. Вот таким вот образом. Тем самым мы вот в этих height columns получаем высоты наших колонок. То есть вот 1625, 1537 и 1647. И после того, как мы их определили, мы находим максимум. А максимум мы находим с помощью функции reduce, точнее метода. И здесь все очень просто. Аккумулятор размер. И если размер у нас больше, чем аккумулятор, мы, соответственно, присваиваем этот размер, иначе аккумулятор. Reduce функция, точнее метод, он очень удобен в таком нахождении максимумов и минимумов из массива. То есть прям вообще очень классно работает. А если вы не знаете про этот метод, то обязательно почитайте в каком-нибудь учебнике. Очень классный. И после того, как мы с вами определили максимальную высоту колонки, мы можем задать эту высоту нашему контейнеру. То есть мы берем style height и устанавливаем my max height column minus this settings gap. Ну то есть последний gap, так как мы их всегда здесь прибавляли, у нас остался снизу еще последний gap, который, в принципе, можно обрезать. И все. Таким образом мы устанавливаем размер вот этих всех наших колонок. Если мы с вами сейчас посмотрим сюда, то вот он здесь установился. Окей, идем дальше. Размер установили. Следующее, самое последнее, что нам нужно сделать, установить позиция. То есть для каждого айтема. Сюда мы еще раз передаем вот этот with item, потому что я его не сохраняю нигде здесь в свойствах именно вот этого класса. Поэтому передаем. Set position. Последняя функция. Что здесь? Здесь у нас, собственно, уже определяется непосредственно CSS. Наши каждые айтемы устанавливаются. Им уже установлена ширина. То есть и ширина у контейнера установлена. То есть осталось только их расположить внутри. Для того, чтобы их расположить, первое, что нужно сделать, добавить дополнительную переменную top set, которая будет накапливать топы по каждой колонке. То есть вот эти top set в самом начале у нас будут определяться для каждой колонки в 0, 0, 0. То есть каждая первая карточка будет у нас в топе в 0. И дальше что мы делаем? Мы переопределяем массив children data. Бежим по нему. Определяем индекс колонки по вот этой нехитрой формуле остаток отделения на columns. То есть опять получаем 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 в зависимости от индекса. Определяем left, то есть тоже через индекс колон, умножаем на ширину айтему плюс gap умноженное на индекс колон. Определяем top, то есть это top set от индекс колон. И накапливаем top set от индекс колон. То есть прибавляем высоту текущего child plus gap. И прописываем, соответственно, так как это функция map, то мы возвращаем в самом конце обновленный массив. То есть все, что было ранее, плюс left и плюс top. И в итоге мы с вами получаем вот такой вот набор данных. Давайте посмотрим. То есть вот у нас всего 9 карточек. И здесь у нас есть child node со ссылкой на ноду, высота, left, top. И, собственно, вот здесь также каждый left, top и пересчитывается. И уже в самом конце мы опять пробегаемся по каждому вот этому children data. И устанавливаем его transform. То есть в данном случае, чтобы анимация шла красиво. Если вам не нужна никакая анимация, то можно через top left установить. Но я решила сделать через translate 3D. И тем самым, например, когда мы с вами ресайзим окно. И здесь типа все вот так вот переопределяется. Так, это что такое? Как вы можете заметить, здесь наблюдается некоторая бага. Ну, прям вот реально серьезно очень наблюдается. И я все думала, откуда я ее успела подхватить. И все вот из-за этого transition all. Сейчас мы его немножко переопределим. И здесь тоже у карточки. Тоже сейчас удалю временно. Так, если это убрать. Все хорошо. Просто с transition all, так как меняется ширина и высота у карточки, то она происходит опять же с transition. И, соответственно, пока она произойдет, соответственно, высота она остается прежняя. И расчеты происходят неверные. Поэтому здесь, короче, очень важно еще раз установить. Transition, то есть тут box. Ну, здесь, наверное, можно не устанавливать. Установим сразу уж вот в этой штуке. Не all, а box shadow. Это раз. Далее opacity через запятую. И translate. 0.3s. Ну, то есть как-то вот так. Или, наверное, не translate, а это transform. Свойство transform. И теперь давайте проверим. Вот, теперь все хорошо. Друзья, и, конечно, не забываем подписываться на канал, ставить пальчики вверх. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok